Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Сохранение традиции. На заседании Кабинета министров Чувашии одобрен проект по сохранению, изучению и развитию чувашского языка. Веселые истории. Школьники Комсомольского района снимают свою версию известного московского сериала о жизни детей. Зимняя сказка. В преддверии Нового года Всероссийский Дед Мороз встретился со школьниками республики и поздравил их на чувашском языке. Сегодня прошло заключительное заседание Государственного совета Чувашии в этом году. Парламентарии рассмотрели более 10 вопросов. Основным стало обсуждение бюджета республики на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором чтении. Каким направлением главного финансового документа Чувашии и депутаты считают важными – в нашем репортаже. В первом чтении депутаты утвердили основные параметры бюджета. Доходы казны в будущем году составят 61,5 миллиард, расходы более 64. Документ формировался в сложных условиях пандемии. Ситуация негативно сказалась на многих отраслях экономики республики. Поэтому бюджетная политика была направлена на поддержку здравоохранения, образования малого и среднего бизнеса. На будущий год запланированы средства на создание комфортной среды в муниципалитетах, ремонт и строительство дорог. В преддверии сессии депутаты встретились с членами правительства, пообсудили вопросы, поступившие в ходе рассмотрения бюджета в первом чтении. Так, Комитет по бюджету просил учесть в новом проекте «Расходы на школьную медицину», обеспечить равные условия питания школьников из льготных категорий, а также рассмотреть комплексный подход к ремонту школ и детских садов. Правительство считает, что в данной редакции закон о бюджете учтены все основные необходимые средства для финансового обеспечения всех целей и задач, которые поставлены в стратегические документы. Поддержали бюджет практически все партии, представленные в парламенте. Фракция «Справедливая Россия» отметила, что в нем учтены и средства на развитие муниципалитетов. За бюджетом стоят люди, их просьбы, их требования, их ожидания. И мы должны, это наш налогоплательщик, мы должны именно к этому относиться очень серьезно и отвечать бюджетам на их запросы. Я очень люблю большое субсидирование из бюджета муниципалитеты. Фракция ЛДПР поддержала правительство, несмотря на критику некоторых статей бюджета. Депутатов смутили необоснованные траты казны и, наоборот, отсутствие финансирования по нужным, по их мнению, статьям. Мы решили, что в рамках некоторого кредита доверия мы впервые, наверное, за этот созыв данный бюджет поддержим с одной оговоркой. Мы будем просить настоятельно и Кабинет министров, и главу Чувашской республики со следующего уточнения бюджета больше внимания обращать и на наши пожелания нашей фракции, продиктованные не нами, не каким-то там бизнесом, а в первую очередь нашими избирателями. А вот коммунисты традиционно были против. Фракция КПРФ бюджет поддерживать не будет, исходя из того, что наши предложения, предложения нашей фракции, которые были озвучены еще в начале года, при первом чтении, они не были учтены. При регламенту депутаты голосовали по каждой статье отдельно. В итоге все 20 были приняты. Как отметил министр финансов, работа над бюджетом будет продолжена, и уже в январе можно будет говорить об увеличении доходной части. По завершению сессии депутаты утвердили Сергея Романова на должность уполномоченного по правам человека. Татьяна Молокова, Дмитрий Салманов, Республика. В столице реализуется программа модернизации уличного освещения. Многолетние желтые лампы уступили место современным светодиодным. Светло почти как днем. Так отзываются чебоксарцы о новом освещении во дворах. Светодиодные лампы не шумят, дают ровный и неоновый свет. А еще они энергосберегающие. Но так было не всегда. Как только наступала осень и зима, дворы и прилегающие территории погружались в темноту, а редкие светильники не могли исправить ситуацию. Получается, это освещение у нас установлено, то, что сейчас в данный момент вы видите, оно установлено, когда дома построили с этого момента. И ни разу они не изменят. Энерго не изберегают они. Уровень освещенности дворовых территорий – это не только комфортная среда, это еще и безопасность горожан. Новые яркие светильники планируют установить во дворах сразу нескольких домов. Номер 64, 66, 68, 70, 72, 76 по проспекту Мира. Рядом в 98-м сотом это уже сделали. Всего до конца 2020 года планируется заменить 9 тысяч устаревших ламп. В настоящий момент порядка 70% светильников уже смонтировано. Остался Ленинский район. В Ленинском районе порядка 2,5 тысяч светильников будет заменено. Это не только во дворах, но и в парковых территориях. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. Сохранение, изучение, развитие чувашского языка. Проект с таким названием одобрили на заседании Кабинета министров Чувашии. Каким будет механизм реализации, узнавала Юлия Важенина. Кабинета министров Чувашии. Реализация эффективной языковой политики. Создание условий для полномасштабного функционирования чувашского языка в информационно-коммуникационном пространстве. Обеспечение научно-методического сопровождения процессов сохранения и развития чувашского языка. И совершенствование системы изучения чувашского языка. Также создание условий для формирования ценностного отношения к чувашскому языку. Благодаря программе впервые с 2014 года книги чувашских писателей на родном языке возвращаются в школьные библиотеки. Ими пополнятся и библиотечные фонды. Это произведение классиков и современных писателей, а также краеведческая литература. Для того, чтобы сохранить язык чувашской культуры, конечно, нужно начинать с семьи. Это однозначно. И надо начинать со школы. И дальше, конечно, для нас, работников искусства, культуры, огромная ответственность ложится, чтобы мы не только сами любили, не то слово, пропагандировать. Нет. Как-то помогли верить, что любая нация развивается, становится полнокровным только в том случае, когда он не забывает своих предков. В планах внедрения инновационных методов преподавания чувашского языка на развитие информационных ресурсов для его интеграции в электронное информационное пространство. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве и покушении на убийство. О материалах дела в следующем сюжете. По данным следствия, вечером 22 апреля 2020 года злоумышленник, находясь в арендованном доме в одном из банных комплексов Чебоксар, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей на почве личных неприязненных отношений, ссоры, нанес двум своим знакомым множество прицельных ударов ножом в область грудной клетки и живота, и по другим частям тела. От полученных ранений один скончался в больнице, другому пострадавшему успели помочь медики. Получается, вот так он меня схватил, вот так схватил, и, получается, наносил мне правой рукой уже ножевые ранения. Сейчас покажу, куда. Вот, это, получается, я стою. Он меня вот так схватил за шею при развороте, я не ожидал от него такого, и сразу он мне начал наносить в область, получается, живота. Я вниз не смотрел. Может, 4-5 ударов он мне нанес. Новым прокурором в столице стал Александр Шабалкин. Назначение состоялось сегодня. Его имя известно в профессиональной среде. С 2017 года Александр Шабалкин работал канашским межрайонным прокурором. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Чувашской Республики. Руководитель Республиканского надзорного ведомства охарактеризовал Александра как грамотного, квалифицированного специалиста, который умеет добиваться выполнения поставленных задач и пожелал ему дальнейших успехов в работе. Новый руководитель появился и у прокуратуры Московского района Чебоксар. Им стал старший советник юстиции Николай Осипов, ранее возглавлявший прокуратуру Батаревского района. КВН, танцевальные номера, видеоролики, ярким галоконцертом завершился фестиваль студенческих трудовых отрядов Чувашии. Кто стал лучшим, расскажет Юлия Важенина. Ежегодно около 15 лет подряд именно фестиваль «Звездная карусель» собирал вожатых со всей республики. Каждую зиму они соревновались между собой в творчестве. В этом году формат изменился. А все благодаря гранту Всероссийского конкурса молодежных проектов. Так «Звездная карусель» превратилась в «Достояние». Кстати, в самом названии теперь спрятана аббревиатура студенческих трудовых отрядов СТО. Название – не единственная перемена. Фестиваль «Достояние» – это совсем новый формат для студенческих отрядов. Мы сейчас не делаем однодневный фестиваль. Мы делаем отдельно жанровые дни и подводим итоги на галоконцерты. В принципе, как студенческая весна. Танцы, смешанный жанр, юмор, фотографии и видео – конкурсы проходили по пяти направлениям. В каждом своя тема и свое задание. Больше всего времени на подготовку педотряда бригада занял танец. Они решили представить латиноамериканский с нотками современного. Самым сложным направлением оказались именно танцы. Мы к ним больше всего готовились. Каждый раз оставались на репетиции. Не жалели сил. По несколько раз отрабатывали движения все, чтобы до идеала. Все доводить до идеала. Но сегодня мы выступим. Я думаю, даже зажжем еще лучше, чем тогда были в номинации танцев. Старания команды не пропали даром. Она заняла третье место в номинации танец и стала второй в общем зачете. Бригаду обошли волнари. Эти вожатые взяли четыре призовых места из пяти возможных. И как итог победили. Для этого педотряда лидерство не в новинку. В летнем фестивале они также стали лучшими. Надежда Аполлонова в педотряде уже четыре года. Лагерь волна для нее стал уже родным. Я очень долгое время сначала отдыхала в этом лагере, в котором я сейчас работаю, то есть в волне. И так как в нашем лагере есть преемственность поколений, я сразу поняла, что я хочу здесь работать, а буду здесь работать. И, собственно, я не ошиблась. Основное время работы вожатого летом, а в этом году все лагеря так и не открылись. Пандемия сказалась и на фестивале. Из зала практически не слышно аплодисментов и криков поддержки. Он почти пуст. И, конечно, пандемия отразилась и на номерах. Если бы этим летом все-таки работали детские лагеря. Летела! По зиму! Бегу! Читал! Казету! По номерам! Четыре! Раз, два, три! Все равно вылетел. Конечно, шутки шутками. А если всерьез, то вожатые с нетерпением ждут следующего лета, чтобы провести его со своими подопечными. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Веселые истории в журнале «Яролаш» школьники Комсомольского района снимают свою версию известного московского сериала о жизни детей. Этот проект существует уже около года. О том, как родилась идея создания киножурнала и какие планы вынашивают юные актеры в нашем сюжете. Идея создания проекта пришла к вожатой школьного лагеря Валентине Филипповой летом. Каникулы в этом году были особенными, карантинными. И взрослые как могли разнообразили досуг школьников. Одну из смен Валентина посвятила кинематографу. Чтобы познакомить детей с профессией актера, она решила попробовать снять короткий сериал аналог русского «Яролаша». На русском-то и так уже есть «Яролаш», как бы посмотреть можно. А на чувашском у нас таких серий практически нет, можно сказать. Поэтому мы решили переводить какие-то сюжеты, а некоторые сюжеты у нас просто возникали в ходе съемок. Смешные сюжеты появлялись. То есть мы снимали уже по своим новым сценариям. Найти актеров среди школьников оказалось несложно. Желающих оказалось достаточно. Каждый смог попробовать себя в роли актера, режиссера, сценариста и оператора. Школьный фотоаппарат, декорации из подручных материалов и хороший настрой так отсняли 9 серий, которые уже размещены в социальных сетях. А еще школьники готовят мультфильм на чувашском языке по сказке Константина Иванова «Тимир тыла». Героев они лепят из пластилина, а фон рисуют красками. Первые кадры будущей мультипликации уже готовы. Мы оставались после уроков, после шести уроков. Конечно, было сложно, но можно представить себе с другой стороны, что это было и как бы способ отдыха, расслабиться и получать удовольствие. Инаса Потапова, Юлия Адюкова, Сергей Копеев, Александр Адюков, Республика. 25-летию образования Республиканской Федерации тяжелой атлетики в Чуваксарах открылся специализированный зал тяжелой атлетики. Он будет работать на вазе Республиканского центра развития маунтинбайка. Новый зал расположен на цокольном этаже и разделен на две части. Это сделано для удобства спортсменов. В первой идет общая физическая подготовка самых маленьких. Здесь размещены шведские стенки, маты и другое специальное спортивное оснащение. Вторая полностью отдана профессионалам. Такое соседство не случайно. Я буду заниматься и тренерской деятельностью, и параллельно буду сама тренироваться и готовиться к соревнованиям. Геннадий Иванов возглавляет Федерацию тяжелой атлетики в Чувашии с 1995 года. Готовит спортсменов к чемпионатам Европы и мира. В этом зале я сам лично буду работать. А этот зал действительно даст какой-то толчок еще новый. Не только для уже именитых спортсменов, но и для тех спортсменов, которые только начинают заниматься. За четверть века Геннадий Иванов вырастил немало талантливых спортсменов. Одна из них – Наталья Шайманова. Сегодня в честь 25-летия Федерации тяжелой атлетики она получила удостоверение и нагрудный знак «Мастера спорта России международного класса». Я занимаюсь уже 12 лет, но так, профессионально, только четвертый год, как Геннадию Ивановичу пришла. Вот что я сейчас имею – это все заслуги Геннадия Ивановича. За вклад в развитие тяжелой атлетики юбилейные медали получили члены Федерации Республики. Максим Агапитов, чемпион мира 1997 года, говорит, что нынешние условия для тренировок не идут ни в какое сравнение со старыми. На сегодняшние условия я верю, что будут хорошим подспорьем именно для того, чтобы родители смело приводили своих детей в такие залы, потому что условия потрясающие, тренерский состав потрясающий. Я думаю, что зал, который мы сегодня имеем и можем себе позволить, он послужит хорошим подспорьем для того, чтобы у нас стал спортом массовым и чтобы из него вырастали действительно новое поколение, целое плеяда нового поколения олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чемпионов Европы, чемпионов страны. И просто здоровых людей. Тяжелая атлетика в Чувашии постоянно развивается. Новый зал стал девятым по счету отделением. Екатерина Шиверова, Сергей Копеев, Республика. Совсем скоро наступит семейный праздник Новый год. Дедушка Мороз вновь отправился в путешествие по городам России, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки встреча с детьми в этом году проходит в формате онлайн. В преддверии волшебного праздника написать письмо Деду Морозу и загадать заветное желание мечтает каждый ребенок. А вот задать свой вопрос сказочному дедушке и получить от него ответ кажется настоящим чудом. Хотя личной встречи из-за пандемии не состоялась, телемост вызвал не меньше эмоций. Нарядившись в яркие костюмы, ученики столичной 5-й гимназии и 59-й школы прокручивают в голове подготовленные вопросы, которые они очень хотели бы задать зимнему волшебнику. Я верю в Деда Мороза, потому что мама рассказывала, что чудеса могут забываться. В любой момент ты можешь увидеть чудеса, которые ты долго о них мечтал. Мы его представляем как бы высоким, с белой бородой, красным. Сколько Деду Морозу вообще лет, мне интересно. Вот у него есть своя внучка, а кто у него жена? Выйдя на связь с детьми, Дед Мороз рассказал о том, что ему известно о нашей республике и поздравил всех с Новым годом на чувашском языке. Чувашия, конечно, готовится к главному волшебному празднику, а Чуваксары преображаются на главной площади республики, уже установленной ель. И сегодня я хотел бы поздравить всю Чувашию и сказать эти слова. Видео, вопросы, разные творческие номера и, конечно, стихи. Телемост прошел быстро. Дед Мороз честно ответил на все вопросы и пожелал счастливого празднования даже в это непростое время. Верьте в себя и в свои силы. До новых встреч! Пока! Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. Это были главные новости четверга 11 декабря, а я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова